Добрый день, здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 24 февраля. Блогер из первой бессонтов, Алексей Борисович. Ну вот про русло о выступлении Алексея Васильевича Накаракова. Он просил прокомментировать. Ну я как-то говорю, все правильно. Более того, я со всем согласен абсолютно. И видите, самое-то удивительное, что, Алексей Васильевич, ваше мнение, конечно, оно очень важно. Почему? Вы действительно ученые. На любую науку двигают именно кандидаты наук. Я знал, кстати, одного кандидата в философию. Он в советские годы в 83-м году защитил кандидатскую. И вот чтобы не защищать кандидатскую, связанную с идеологической составляющей курса партии и так далее, он защищал по математике, связанной с математическим анализом. Фил был очень философ. И так далее. То есть он, держав фигуру, так сказать, в кармане и относился к этим аспектам. Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что звуки сверлит. Что, на самом деле, все намного сложнее. И сложнее, и серьезнее. Любая наука, она, так сказать, имеет массу нюансов. Тем более, что я, например, юрист. Я, вы и биолог. И вступил биолог, и физики, и математики и так далее. А я гуманитарий, поэтому мне на профессиональном уровне сложнее вам с вами говорить чем-то. Потому что я к этому вам доверяю. Вы правы. И продуктов питания и так далее. Более того, я вам хочу сказать. Были две пиковые точки в истории государства российского, когда потребление продуктов питания на зарплату было самым высоким в стране. Это было при последний год управления Александра Третьего. Тогда на зарплату работник мог купить 1600 килограмм картофеля. И при ближнем, в 1977 год, там тоже 1800 или 700 килограмм картофеля на среднюю зарплату мог купить. То есть, вот такая получилась карусель. Такая яма. То есть, за сто лет, в принципе, покупательная способность зарплаты мерить за картофелем, то она, в общем, так сказать, не изменилась за сто лет. Были потрясения, революции, социальные заветы и так далее. Поэтому, ну, биологи, математики, они страдают какой-то нюансом, так сказать. Они действительно постигают эту сложную науку, точную науку. Считают, что нацкому менталят, они считают, коли, так сказать, мы постигли науку, связанную с такими точными вычислениями, то уж в ваших-то дефинициях мы разберемся. Но они правы. Отсюда, например, вот теория Насонова-Фоменко, которую критикуют историки, они, так сказать, математисты доказывают о фальсификации в истории. Но, кстати, я хочу сказать, что я не историк, но их доводы очень интересные. Я бы не стал досконально все отметать. Ну, с точки зрения министов. Вот, что касается как юристов, я вам хочу сказать более того. Ну, я еще заслал советскую школу. И все-таки, так сказать, и ведь, собственно говоря, Арсений Анатольевич, гражданский кодекс в 2004 году, первая часть, принимались только для того, чтобы провести в страну приватизацию. Да, в гражданском праве сложно что-то придумать. Там везде кабальные сделки, и в Африке кабальные, и, так сказать, все это незаконно. И так далее. В основе права лежит принцип добросовестности, добрепорядочности и ребенку порядок. То есть, а там мы создали пять коммерческих и юридических лиц. И снова через ООО провели всю приватизацию. Вот он принимался. Единственной целью, это чтобы провести в стране приватизацию. То же самое, как и с Конституцией. Когда они начали кричать о демократии, о правах. Ну, любой ребенок, он скажет, что там нет системы разделения властей, что авторитарная власть, полномочий президента больше, чем у фараона. И так далее. Ну, основной массе же это не объяснишь. Основной массе прокачали, как они сказали, демократия. Никуда демократия не пахла. Вообще-то сложная очень дефиниция любых нюансов. Есть масса-масса трудностей. Мое мнение, как юриста. А в системах вся права развалена. У нас нет сегодня проходильной системы, нет следствия. Вывод мой один. Страна не обойдется без репрессий. К сожалению, это все иллюзии и так далее. Нужны репрессии. Но опять вопрос. Кто их будет делать? Кто будет проводить? Где проходильная система? Где КГБ, ФСБ? Все, она развалена. Нет следствия. Ничего этого нет. Для чего, чтобы это было, нужна была вменяемая власть. Что должна быть? Правовая система, как у коммунистов. Было много недостатков, но у них была проходила система. И вот такие, как я, они из деревьев, из пельми брали, в Москву забирали, учили. Условия все создавали. КГБ и так далее. С одним требованием, чтобы мы были, что называется, псами, собаками. Чтобы нас не любили. Нас невозможно любить, потому что у нас другая профессия. Если вы нарушаете закон, кто бы вы ни были. Министр там, хуистер там, хоть кто. Если садится в тюрьму и все то же самое, я и вы. А в этом плане, я хочу сказать, что тут же вообще, вот сейчас. Я рад, что вы все-таки обращаете внимание, читаете мои посты. Для меня это очень дорого. Потому что, ну это говорит о том, что все-таки ваше мнение, ну... Вы, наверное, ничего не понимаете. А вы все-таки нормальные ученые. Науку любую, я еще раз говорю, двигают кандидаты науку. Есть огромное количество людей, которые не получают это доторской степени. Почему? Потому что все-таки доторская степень, это процентов 30. Надо прогибаться. Под завкафедру, под обкомы, так сказать, и так далее. Люди были. Ну, были, конечно, гений. Безусловно. Но основная масса, так сказать... А просто они, так сказать, пофигились. Я знал одну кандидата. Тут, по-моему, всю жизнь бухал. И всем писал эти сомнения. Докторство у нас на карте и так далее. В армии тоже много всяких. Было веселых мужиков. Нас тоже все карты разогнали. Все это разогнали. Всякая шпана там появилась. И все так. У нас один начал парень. Работал институтом на карте рекомендаристике. Расследовать взрывы домов в Москве. Ну, что ему... Ну, и жена, трое детей. Посадили. Мало ли от них. Чтобы не резку дать не надо. Поэтому вот такая страна. И, к сожалению, если власть сегодня пройдет, она обязана будет восстанавливать накопление граждан. Хотя бы товарами. Она обязана будет заниматься репрессиями. Ну, никуда без репрессий ничего не делается. К сожалению. Так все устроено. Если, так сказать, если вы даете воровать, у вас все разговаривает. Так вот, у нас тут есть один доктор. Наук философских. Бывший спец. Зал собрания. Коля Десяткин. Да кто-то закончил, значит... Просто я не видел уже какое-то по стране. Он закончил заочно сельхозный ститут. Причем всего через пять лет он девять лет учился. Когда он получил этот диплом, там вся деревня у нас и пила, там дня три, так сказать, отмечала, как он закончил, так сказать. Ну, хороший мужик. Нормальный мужик. Дивиденский. Все классный. Но эта вся фигня началась демократическая. Он за два года стал кандидатом, доктором, профессором, заслуженным каких-то философий. То есть мужик даже не понимает, что он покупает. Философия все-таки это серьезный философ. Это доктор, там, минимум, кандидат по пяти. Два, там, точных толку и так далее. Но, тем не менее, вот он стал доктором философии, поэтому все это всех вызывает смешки и улыбки. Ну, хочется надеваться, пускай надевать. Поэтому, вы совершенно правы, но, к сожалению, знаете, я вам хочу сказать так, что в политике не занимаются импотент. Ельцин, при всех морозок и подонок, но он не был импотент. Он мог применить силу, он мог расстрелять. К сожалению, сегодня в оппозиции, мы были, когда девяностофор начиналось. Тогда все было не так просто. Еще не факт было, что этот режим устаёт, понимаете. Это здесь местные, провинциальные, интеллигентичные, сумасшедшие ничего не понимают. А тогда же была смертная казнь, а все действия вьёт на государственные перевороты, убийства массовые. Это всё смертная казнь. Тогда был мораторий. Они могли бы выйти из моратория и расстрелять. Военные взяли власть, а к этому шло дело. Там и заговоры были и так далее. А эти пацаны они сыграли в рулетку. Ну вот, вот так вот всё это произошло. То есть, если бы, когда военные победили, взяли власть, и в девяносто шестом они могли взять, и позже могли, да, Рохлина убили, он мог там, так сказать. Но, к сожалению, Геннадий Андреевич, вот именно он доктор философии, учитель математики. Хороший человек, хороший мужик, но не орёл. Знаете, как Мальчиков говорит, но не орёл. К сожалению, власть она берётся, ну, законным путём, но, тем не менее, берётся только рывком вольный. К сожалению, когда человек приходит к власти, он должен в такие периоды, особенно, заниматься репрессией. Он должен приводить общество в состояние управляемости. Он должен заниматься национализацией. Система ГОСТов разрушена. Вы правильно говорите? Система СНИКов разрушена. Что-то строит непонятно. Какой-то цемент закладывал. Ну, когда в спектаке было землетрясение, там до такой степени разворовали, что все дома рохнули. Они вообще без цемента строили. Без компорта присыпали. Кирпичи сложились. То же самое. А сейчас вообще. Если раньше 10% продуктов разворовывали, сейчас называется это 50%. Поэтому, ситуация тупика. И поэтому выходить из тупика может только потом репрессия. Общество приводить в чувство, заставлять, стрелять. Ну, а кто это будет делать? Проходим систему. Они развалили. Я Ельцину служить не буду. Коммунистом я служил. Они все давали. Кормили, полили. Квартиры давали. Социально обустроили. А этот скотина, они все отняли. Ничего не платили. Чечне еще отправил. Эх, нахуй послал. Тупик, нахуй. Нахуй. С Туллиной. Там подложенный статус войны непонятен был. То есть, если бы Ельцину сверглих к этому шло, то им война была бы геноцидом. Ковровые бомбертания сел, причем там чеченцев не было, они русские были. А там убитый херанин только 120 тысяч называют цифру. И так далее. Ну, шуток. Кто-то появился. Даже все-таки, так сказать, граждане наши и так далее. Если бы у вас поменялось. А кто виноват? Кто стрелял? А кто стрелял? Солдатики, офицеры. Вы тут стреляли. Вот. Вы бомбили. Вот. Получайте вместе. Поэтому я в рулетки не играю. Я их нахуй послал. Не хотите кормить. Не хотите содержать. Пошли вы нахуй. И не я такой один. Многие у нас проходила система вся развалилась. Я был. Конечно, я бы ругался. Сажал. Меня и так не любят. Тогда бы вообще повесить. Планы пересажал. Но, к сожалению, власти это не надо. А я тем более. У меня спокойная работа. Я тихонько живу. Баб. Шевелю. Что необходимо делать мужику. Бабам я нравлюсь. По любви. Ну, водочку ему надо сказать. И так далее. Поэтому такая ситуация. Ну, а вы правильно совершенно знаете. Ваше мнение очень интересное. Совершенно адекватно. Вы правы. Что вы нормальный ученый. Нормальный педат. Ну, поэтому надо сказать. Все. И нормально реагируете. Спасибо. Ваш бессон. представители. Это исчезает. Затем.